А вы знаете, что здесь людей обманывают, нет? Ставят ложные диагнозы. Пять лет назад пациенты лжеклиники на Герцена попали в ловушку. Они думали, что заплатили за лечение, а на самом деле за самовнушение. В этом якобы медицинском центре работали люди без специального образования и лицензии. То есть, соответственно, все эти проблемы как раз этот джин-пыр лечит. Я не сказала. Выявлены. Я не сказала этого. По крайней мере, внутреннюю энергетику человека точно поднимает. По данным следствия, организовали этот незаконный бизнес две жительницы Тюмени. Они открыли три центра, наняли персонал и начали обзвон доверчивых кировчан. После бесплатной консультации ставился страшный диагноз. Пенсионерам предлагали дорогостоящее лечение, а потом уговаривали брать кредиты. 13 фигурантам предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и совершении мошенничества в особо крупном размере. Еще одним фигурантом стал Александр Кирсанов. Он, в отличие от своих подельников, дал признательные показания и заключил с прокурором досудебное соглашение. За 34 эпизода мошенничества он отправится в колонию общего режима. Фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное преследование остальных 14 соучастников за обман 175 потерпевших с ущербом около 14 миллионов продолжается в Первомайском районном суде. Михаил Вагин. Место происшествия. А вы знаете, что здесь людей обманывают, нет? В числе плацентарные места терапевтические... Ну, ставят ложные диагнозы. Пять лет назад пациенты лжеклиники на Герцена попали в ловушку. Они думали, что заплатили за лечение, а на самом деле за самовнушение. В этом якобы медицинском центре работали люди без специального образования и лицензии. То есть, соответственно, все эти проблемы как раз этот джин-пыр лечат. Я не сказала. Выявлены. Я не сказала этого. По крайней мере, внутреннюю энергетику человека точно поднимает. По данным следствия, организовали этот незаконный бизнес две жительницы Тюмени. Они открыли три центра, наняли персонал и начали обзвон доверчивых кировчан. После бесплатной консультации ставился страшный диагноз. Пенсионерам предлагали дорогостоящее лечение, а потом уговаривали брать кредиты. Тринадцати фигурантам предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и совершении мошенничества в особо крупном размере. Еще одним фигурантом стал Александр Кирсанов. Он, в отличие от своих подельников, дал признательные показания и заключил с прокурором досудебное соглашение. За 34 эпизода мошенничества он отправится в колонию общего режима. Фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное преследование остальных 14 соучастников за обман 175 потерпевших с ущербом около 14 миллионов продолжается в Первомайском районном суде. Михаил Вагин, место происшествия.